Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире телеканала «Видное ТВ», «Квартирник». И сегодня, скажу вам, не та я, сегодня я пригласил к себе виртуоза, потрясающего музыканта, человека, который владеет инструментом, ну, если не как бог, то рядом и очень близко к этому, Алексей Медведев, гитара. Спасибо, спасибо. Здравствуй, Алексей, и помогает ему сегодня Юрий Карамышев на ударных инструментах. Как называется, Ирсрада? Конго называется. Как? Конго. Конго, отлично, есть такая страна. Левый конго и правый конго. Левый конго и правый конго. Именно на этих музыкальных инструментах играет у нас Юрий Карамышев. Алексей, есть такая традиция, чтобы наши телезрители сразу могли познакомиться, что исполняет Алексей Медведев. Давай мы сразу и ударим, что называется... С чего-нибудь патетического. С чего-нибудь патетического. Патетического. Это патетическое, патетическое прелюдие, до-мажор. Все-таки любишь ты в до-мажоре, все-таки я гляжу, вот так ты любишь. Ну, патетическое. Действительно. Должно же что-то. Должно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Я участвовал в огромном количестве проектов. В первую очередь должен назвать проект «Хазе». Много писал для Найка, для Леши Заева, другого члена «Хазе». Я довольно много участвовал, но моих записей было не так много. Но это «Серебряный город», знаменитая финанская команда. А вообще, из вообще очень сильно раскрученных проектов, например, я не знаю, могу ли я этим хвастаться или нет, но вот так просто случилось, как-то сошлось. То есть вот «Белый орел», например, он начинался с меня. Карабас мне позвонил, сказал, слушай, вот тут люди хочут песню записать. Я, значит, приехал на студию, записал там то ли «Искоркамина», то ли что-то про мундирчиков. Ну, в общем, записал две песни. И народ, в принципе, еще даже не знал, что из этого получится. Ну, а потом как-то развелось уже. Скажи, пожалуйста, прошло уже, по-моему, около 10 лет после наших последних, наверное, встреч, по крайней мере, на телеканале. Телеканале, да. Что изменилось в твоей жизни? Расскажи нашим телезрителям. Я, честно говоря, знаю. Расскажи. Ну что, тут просто это самое, поскольку вот такой, как бы, нездоровый амантюризм все время во мне жил, вот я вот вдруг взял и решил, воспользовавшись случаем, уехать в какую-нибудь очень-очень дальнюю страну. Но в Антарктиду не получилось, вот, но зато получилось в Новую Зеландию, которая совсем недалеко от Антарктиды. Вот, и вот, значит, вот в этой Новой Зеландии вот взял всю свою семью, всех своих детей, вот, чтобы они там как-то учились, вот. И вот в этой Новой Зеландии как-то начал осматриваться. Вообще очень, ну так, и на нас и не похоже, и похоже. И вообще вот люди, надо сказать, очень часто встречаешь какой-то тип человека. Вот, допустим, вот у меня есть там, допустим, какой-то друг, вот, который выглядит там, он большой, у него там большая борода. Тут волосы уже сошли на нет, там, вот, он очень добрый, там, вот, с ним там все время обнимаешься, говоришь за жизнь, вот. В Новой Зеландии вот совершенно точно такой же тип есть. Да. Вот, допустим, есть какой-то тип там другой, там, ну, я не знаю, девушка какая-нибудь, да, вот там же тоже вот. Они похожи на нас, русских? Да, они на нас очень похожи, вот, и человеческие типы совершенно, вот, повторяются. Вот, что меня поразило, что меня поразило. Тогда такой вопрос, а почему Новой Зеландии просто погреться или что? Ну, это я так думал, что я там погреюсь. На самом деле я для себя сформулировал, Новой Зеландия это не филиал Австралии, Новой Зеландия это филиал Антарктиды. В общем, там, на самом деле, она, она ближе к Антарктиде, там все время дуют ледяные ветры, вот, а что там, в общем-то, тепло, так же, как в России, наверное, только вот три месяца, вот, потом там, как бы, стабильный такой ноябрь, вот, то есть, вроде как и снега нету, и вроде как и можно не в валенках ходить, и... А снег бывает там? Снег бывает, бывает, наверное... В Новой Зеландии бывает снег? В Новой Зеландии бывает снег, один или два раза в год выпадает снег, так что вот... В апреле или в ноябре? Не-не-не, в августе, в августе, поскольку там все наоборот. А у них же наоборот, да-да-да-да. Да, там Луна, например, висит наоборот. Да-да-да. Извините, это самое, вот созвездие, вот эта бабочка, созвездие Ориона, он висит вот так, так что у нашего Ориона вот это вот из пояска вот торчит вот это вот вниз, а там она торчит вверх. Слава Богу, у нас не передача по астрономии, а все-таки музыкальная, потому что сейчас я не остановил бы Алексея, я думаю, что он бы рассказывал об созвездиях Ориона, а мы с удовольствием... Ну хорошо, ну а теперь будет интро, интро-ха-моль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Алексей, вне всяких сомнений, я так думаю, да, что как музыкант, как музыкант и все-таки состоялся в России. Здесь ты, наверное, первый раз взял в руки гитару, здесь учился, да, и валенки первый раз в жизни одел именно здесь, а не в Новой Зеландии. Скажи, а вот там, в Новой Зеландии, как музыкант востребован? Да, я могу сказать, что я могу сказать, что я могу сказать, что каждый раз, когда я уезжаю, прощаюсь с местными людьми, они так, ну как бы, как бы это сказать, с беспокойством-то, они так смотрят в меня в глаза, но ты насовсем уезжаешь, то есть, ну а ты вернешься. Вот, надо сказать, что вообще, к моему удивлению, я обнаружил, что относится к русским и к русской культуре вот с величайшим почтением и уважением. Вот это вот для меня был такой сюрприз, я, в общем-то, думал, что как, ну я, в общем-то, неплохо, я могу играть там блюз, я могу играть рок-н-ролл, в общем, вот современную музыку, не только на акустической гитаре, просто гитара акустическая в последние 10 лет как-то стала таким моим самым любимым инструментом. Вот, на электрогитаре я такой обычный, как бы, такой рокер, который просто играет обычные там какие-то рифы. Пятая, шестая струна, а-а-а, да-да-да, вот вся вот эта вот байда, как бы, такая стандартная, вот, значит, ни хуже, ни лучше, вот. Но, тем не менее, вот я вдруг понял в ходе вот всевозможных концертов, которые там были у меня, что люди хотят, вот поскольку я приехал из России, они хотят услышать что-нибудь русское. Вот, соответственно, значит, ну что делать? Ну, пришлось мне выучить несколько русских народных песен, чего я до этого в России не видел. Никогда не делал. То есть, калинку-малинку, посадули в огороде. Да, ой, мороз, мороз, там, в общем, вот. Потом оказалось этого мало, значит, что, пришлось выписать из России балалайку, потом еще одну балалайку, потому что первая оказалась, ну, так, очень дешевая такая балалайка, и плохо звучала. Да я еще играть, в общем, на балалайке так не особо могу. Вот, пришлось еще балалайка, вот, выучил я на балалайке кое-какие там фишечки. А калинку-малинку. Вот я все понимаю про рапсодии, а калинку-малинку для меня лично, Алексей. Ну что, вы смеете, что ли, я буду сейчас? Ну, для меня лично, пожалуйста. Нет, два аккорда, как говорится, вот что называется. Калинка, калинка, калинка моя. В саду ягода, малинка, малинка моя. Эх, калинка, калинка моя. В саду ягода, калинка моя. Под сосною, под зеленою, спать положите вы меня. Ай, люли-люли, ай, люли-люли, спать положите вы меня. Here we go. Спасибо, Калин, спасибо большое. Вот не забываешь. Больше всего мне удовольствие доставляет пересказывать на английском языке содержание русских народных песен. Народ просто вообще катается по полу. Если вы вдумаетесь в слова «калинки-малинки», как там... Да, как, что это? Ну, не мешайте мне спать здесь. Потом, ну, девушка, вы, ты такая классная девушка, иди полюби меня. Ну, что это такое? Ну, и, в общем, все вот остальные там песни тоже, если начать разбираться, то когда их переводишь на другой язык, вот, чтобы объяснить, очень смешно. Алексей, скажи, пожалуйста, а ты там в маленьких городке живешь? Или какой-то, или в центре, не знаю, столице, что это? Ну, там все городки маленькие, во-первых, так? То есть видные, вот. Видные, ну, вот я, пожалуй, наверное, сравню этот городок, университетский город. Новой Зеландии состоит так из двух островов, там, вот как вот взяли вот такой вот хороший такой солененький огурчик, да? Раз так на тарелочке, на две части разделили. Вот такая северная часть, которая ближе, там, к экватору, так? К первой рюмочке. К первой рюмочке. Потеплее, там потеплее немножко, и там, в основном, весь народ там живет. Там примерно 3 миллиона. Административный центр, типа. Да, там, там Окленд с миллионом жителей, там Веллингтон, который столица, там где-то 300 или 500. Я боюсь наврать, потому что везде там то считаются пригороды, то не считаются пригороды, ну, в общем, так вот это самое. А вот вторая половиночка, которая ближе к Антарктизе, там немножечко похолоднее, постуденнее. И там всего миллион людей живет. То есть там, типа, велика ты, Матерь Русь, без конца и краю. То есть, насколько я знаю, прям вот выйдешь за околицу и видишь всех слонов, обезьян, жирафов. Слонов там нету, жирафов нету, обезьян там нету, там где-то не холодно. Но зато благодаря холоду там нету ни таракан. Смотри, как я научился считать. Да, вот с мизинца, да, пошел? Я вот так считаю теперь, вот, вот. А там нету ни тараканов, там нету ни змей, там нету ни волков, там ни медведей, ни листов, ни никого. Ну, медведей там уж не скажи, что нету. Там есть зато Алексей Медвед. Пытаюсь, пытаюсь как-то там. Скажи, пожалуйста, Алексей, что за молодой человек сейчас вместе с нами? Юрий Карамышев, я его уже представлял, но тем не менее, как вы оказались вместе? А вот к стыду своему должен сказать, что я не так много могу сказать об этом человеке. Вот, значит, вот когда два дня назад у нас было то, что называлось мастер-класс в Школе искусств, вот, благодаря, значит, Винновскому рок-клубу и, в частности, Игорю Сысоеву, который организовал все это действо, вот, мне это очень понравилось, очень было хорошо, очень много народу пришло. Вот, и Юра, мы фактически с Юрой встретились только первый раз, и фактически мы играли экспромтом. То есть он вообще представления не имел, что это за музыка. А надо сказать, у меня огромное количество всевозможных синкоп, там, переменный ритм, там, прочее-прочее. Чего-чего-чего, прости? Синкоп. А. Такой синкоп. Синкоп. По теории музыки так немного так. Вот. Ну, это все равно, как, допустим. Вот это прямой ритм, да? А вот, допустим... Вот такое вот, как бы, подвисание, такое, да, вот это синкоп. Юра, скажи, пожалуйста, тебе это нравится с Алексеем, вот, выступать, играть, хотя бы, вот, подыгрывать, как мы с тобой сейчас? Не могу еще почувствовать. Да, мне очень нравится. У тебя микрофон есть? Ну, да, мне нравится. Первое знакомство мне показалось очень приятным, и... А ты еще на каких инструментах играешь, вот, кроме Конга? Да, вообще я играю на ударной установке. Так. А Конга я просто люблю, это вот, ну, вот здесь, внутри. А, вот оно что. Да. Мы немножко познакомились, поговорили, давайте еще немножко поиграем. Давайте, давайте. Давайте. А то мы все болтаем, да болтаем. Сейчас уже это будет не оригинальная моя пьеса, вот, а будет это знаменитого джазмена Дюка Эллингтона. Дюк Эллингтон. Дюк Эллингтон, да. Дюк Эллингтон. Самый первый темный человек, который был приглашен во дворец королевы и был награжден, да. До этого темных людей никуда не пускали. Вот величайший был талант, вот. Но я джаз, несмотря на то, что я учился долго джаза, я не умею его играть так, как все остальные играют. Я обязательно должен что-нибудь в нем сломать, как-то по-своему переделать его. Вот так что мы будем сейчас играть. Давай. Караван. Послушаем. Караван Дюка Эллингтона. Раз, два, три, четыре. Дюк Эллингтона. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Дело в наш канал! Добро пожаловать 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 в наш канал! спеть и сыграть 16 лет скажи скажи пожалуйста как в тебе как музыка в музыканте поместилась и джаз и в то же время хозе но я понимаю что хотя и то и другое естественно но сравнению с джаз конечно право на жизнь это просто бескрайно также как россия понимаешь вот то есть я так на самом деле по большому счету думаю что вот по россии если идти то на самом деле никакого там баринцева моря не будет россия так и будет продолжаться вот а поскольку земля круглая то выйдя из россии в одной точке вот можно обойти всю ее и прийти в эту точку все будет россия они все врут что там да и все будет россия такая большая страна также творчество хозе это просто как бы вот вышел в одну точку вот потом все равно в нее придешь вот а джаз на самом деле выбора другого не было либо если вы хотели в то время в советское время это конец семидесятых начало восьмидесятых либо учить классическую музыку чего в общем-то не хотел хотя в общем стал как-то постепенно интересоваться классическая музыка но преимущественно музыкой двадцатого века со всеми экспериментами поэтому допустим в отличие от многих музыкантов которые говорят о да бетховен о да моцарт вот я вам это самое я не могу так сказать я я могу сказать по пауль хиндемид или допустим там пуленк или там наш игорь стравинский вот то есть фамилии которые в общем ну широкой публике не так уж известно хотя они считаются величайшими композиторами 20 века вот это то что произвело на меня вот впечатление классическая музыка вот а в общем это самый русской народной музыкой я тоже не хотел заниматься вот так как я играл на гитаре в общем это все никому не нравилось все говорили что это все это это ошибка большая ошибка вот это самое вот и а поскольку я начал уже учиться в мифи это рядом с метро каширской там дк москва речи там джазовые студии вот я туда пришел значит им сыграл они так развели руками чё ты мы тебя не может джазовую студию ты не джаз и вообще хрен знает что и вообще там типа вот тогда я значит схитрил я пошел стал брать уроки фортепьяно я прошел за несколько лет прошел всю музыкальную школу по фортепьяно и я просто великолепно со свиста можно сказать прошел вступительный экзамен в джазовую студию по фортепьяно вот ну и потом по ходу дела я уже там как бы себя еще и на гитару там записал вот хотя джазовая гитара всегда мне казалось очень скучно и вообще делом и до сих пор не особо вот вот скажи пожалуйста ты перечислял да это и сантана это и хендрикс и кого угодно можно вспомнить да вот скажи на твой взгляд вот есть можно назвать лучшего нет или они все они они все по своему интересно они все по-своему великий карлос сантана джимми печь вот они все в том то в том то все и дело что тут не надо думать когда играешь на инструменте тут так делаешь свою музыку тут же не надо думать о том вот я буду самый там виртуозный я буду самый великий дело же не в этом Вот. Дело в том, что они все... Ведь Джимми Хенрикс, например, ему очень нравилось, как Карл Сантано играет, и Джимми Хенрикс пытался даже что-то снять такое, что Карл Сантано играет, потому что у Сантано, у него мексиканский какой-то багаж был, такой фон, чего у Хенрикса просто не было. Хенрикс, по его мнению, играл просто стандартный блюз, от которого он уже к тому времени... А в итоге все равно стал Хенрикс, да. Да, он искал что-то новое. А дело же в том, что каждый, в общем, вносит свою лепту в общий мир музыки, и очень интересно, в общем, иногда вот я здесь и в России, я учил, я преподавал, давал уроки игры на гитаре, и я уехал вот в Новой Зеландии, в общем, я тоже там стал учить, мне, конечно, пришлось нарабатывать там английский язык, как-то все, вот. Вот, и я, в общем, очень горжусь тем, что у меня огромное количество учеников, причем некоторые ученики у меня занимаются уже третий или четвертый год там, вот, в Новой Зеландии. Я понял. Вот, и это самое... И мне иногда даже интересно, когда ученик, вот уже подросток, допустим, 16 лет, вот он приходит ко мне, и у нас уже урок как мастер-класс, то есть он мне показывает свои, там, оригинальные... Чего он уже начинает придумывать? Мне это тоже интересно, потому что это его какое-то видение, да, это его мышление, это его слышание музыки, это его понимание, там, откуда-то какие-то элементы из металлики насованы туда, какие-то элементы там из Pearl Jam, там, из Нирваны, еще, то есть какой-то жуткий конгломерат там чего-то. И все вместе вроде как, ну, интересно. Интересно. Алексей, скажи, пожалуйста, мы можем сейчас что-нибудь сыграть и спеть? Вот такой неожиданный вопрос я тебе задал. Сейчас я сначала подстрою, ладно? Да. Пока буду подстраиваться, я буду думать. Хорошо. А чем мне тогда заняться? Ну, а я... У нас свист, художественный свист. Художественный свист. Ну как же, мы же дома, мы же в квартире, денег не будет. Поэтому, дорогие друзья, хотел бы еще раз вам напомнить, 541-2540, у нас прямой эфир в гостях у меня сегодня, а в том числе и у вас, Алексей Медведев, виртуоз, в общем, очень-очень хороший музыкант, который сейчас подстраивает свою гитару. Я это просто болтаю, потому что Алексей занят. Ну да. Все? Ну, я не знаю, просто боюсь что-нибудь в ней трогать, вдруг я сделаю хуже. Да, хуже не надо. Тем более, хуже уже все равно не будет. Да. Что сыграем? И если можно, споем. Может, какую-нибудь там битловую вещь? Или все, что на твое усмотрение? Нет, ну я просто знаю, что вот люди хотят услышать песню, которую я вот 10 лет не пел, я только вот 2 дня назад... Я догадываюсь, что это за песня. Да, это песня «Что с прошлым делать?», то, что мы записали вот с моей группой, с моими друзьями «Наливное я» много-много лет назад. Этот альбом, он так и не выпущен, вот, он где-то там просто не полностью он весь записан, хотя там совершенно классные песни, они все, как бы, очень иронические и, на мой взгляд, довольно смешные. Единственная только серьезная вещь, это вот это вот «Что с прошлым делать?», вот, ну вот я попробую ее спеть, вот, но не получится, уж не ругайтесь сильно, ладно. Что с прошлым делать? Рви, не рви, все о себе напоминает, приходит время, начинают писать историю любви. Так осторожно, холосты, прожито мимо, все, что мило, клянут судьбу, кладут белила на самодельные холсты. Я знаю все свои утраты, и боль от каждой из утрат, как крупнокозырная карта, как верно подданный солдат, как все, что берегут до смерти. И все ж, когда приходит смерть, все в заголоченном конверте, в земную твердь. Все это не прожить, опять себя унизить. Нету силы, и пишут все не то, что было, а то, что легче написать. Я знаю все свои утраты, и боль от каждой из утрат, как крупнокозырная карта. Как верно подданный солдат, как все, что берегут до смерти. И где ж, когда приходит смерть, все в заголоченном конверте, в земную твердь. Я знаю все свои утраты, и боль от каждой из утрат, как крупнокозырная карта. Как верно подданный солдат, как все, что берегут до смерти. И все ж, когда приходит смерть, все в заголоченном конверте, в земную твердь. Алексей, ну это же Шлягер. Шлягер. Более того, это даже в Новой Зеландии Шлягер. То есть когда вот какие-то, вот те записи, которые мы сделали с Ноленым и я. Потом эту песню у меня на самом деле просили некоторые певцы здесь, вот в России. И в общем, они переписали своим исполнением, немножко изменили слова. Даже было где-то там на радио проходили, мне они присылали компакты. Но как-то это не сильно раскрутили все это дело. Так что песня, она так и осталась как-то не слишком известна. А не Иванов ее спел? Нет? Нет, Иванов не пел. Я даже сейчас вот не могу назвать. Ну, два человека разных. Нет, если честно, я вот не понимаю. Это Шлягер во всех пониманиях этого слова. Ну, ленив я, вот, в этом смысле. То есть вот мне как бы достаточно, я уже счастлив, когда я вот беру гитару, я начинаю играть, я уже счастлив. А все остальное, сопряженное с тем, чтобы вот продвинуть песню, вот это я уже не могу делать. У меня просто сил не хватает. Скажи, Алик, извините, что перебил, скажи, тебе больше где пишется, лучше пишется? Здесь все-таки, в России писал или там? Ну, честно говоря, писалось хорошо здесь, в России гораздо лучше. Просто потому, что когда переезжаешь в другую страну, вот я для себя сформулировал, это очень длительный и мучительный процесс превращения туриста в гражданина. Да, да, да. То есть сначала приезжаешь, ты просто обалдевший, и ты турист. И ты даже можешь жить как турист, там, первый год, даже два первых года, потому что все совершенно в новинку, все в диковинку, и ты сам в диковинку. И вот это вот все ощущение свежести всего, вот оно преобладает. И тут, в общем, как-то настолько все это переполняет, что, в общем, даже как-то, ну не знаю, у меня почти что и не было ничего, не сочинялось ничего. А потом начинаются суровые будни, то есть надо конкретно просто что-то делать, чтобы зарабатывать, чтобы выжить. Вот, и уже, в общем, как-то, хотя, вот, ну, допустим, патетическую прелюдию, вот это вот все там, потом, там очень многие местные музыканты мне дали свои песни, и, в общем, я их всех, ну, фактически сделал то, что я делал здесь в России. То есть как бы превращал в конфетку, значит, вот изначальный материал, да. У нас есть телефонный звонок телезрителя. А, очень приятно. А то мы с тобой сидим, общаемся, общаемся, и у нас есть... Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, большое спасибо за прекрасные песни, которые вы исполняете. Мы прямо сидим сейчас с мужем, наслаждаемся вашим творчеством. Ну, собственно. Если не трудно, могли бы вы нам исполнить песню на английском языке? Да, это не трудно, и я могу исполнить. Не будем затягивать. Единственное, что, скажем, номер лицевого счета, на который... Шутка. Итак, Алексей исполняет песню на... Аглинском наречии. Аглинском наречии. На ненашенском языке. Это не моя гитара. Спасибо Владику Афанасову. Выручил меня, потому что я приехал без своего инструмента. Вот. Ладно. Ну что ж, это знаменитая Лейла Эрика Клэптона. Эрик Клэптон. Лейла Эрик Клэптон. Лейла Эрик Клэптон. Эрик Клэптон. Эрик Клэптон. Лейла Эрик Клэптон. Субтитры сделал DimaTorzok Лейла, darling won't you ease my worried mind Лейла, you got me on my knees Лейла, I'm begging, darling please Лейла, darling won't you ease my worried mind Лейла, you got me on my knees Лейла, I'm begging, darling please Лейла, darling won't you ease my worried mind Лейла, let's make the best of the situation Before I finally go insane Лейла, please don't say we'll never find a way And tell me all my love's in vain Лейла, you got me on my knees Лейла, I'm begging, darling please Лейла, darling won't you ease my worried mind Лейла, you got me on my knees Лейла, I'm begging, darling please Лейла, darling won't you ease my worried mind Лейла, I'm begging, darling won't you ease my worried mind Лейла, you got me on my knees Лейла, I'm begging, darling please Лейла, darling won't you ease my worried mind Аплодисменты, Алексей, тебе, я думаю, и от всех нас, и от наших телезрителей Скажи, пожалуйста, ты вот уже человек такой международный, да? И в России, и в Новосибирске Да, пожалуйста, мы с тобой встречаемся накануне празднования международного женского дня 8 марта А там отмечают этот день? Есть такой день? А, нет Хоть он и международный считается ведь Нет, не международный день, не международная ночь не отмечается Но там есть мамин день и папин день Вот я папиному дню очень рад Да, всегда, да Вот А я, кстати, я даже не помню по каким там дням в календаре Но они как-то так разбросаны среди года И, в общем, они, это рабочие дни Вот, ну, в общем, вот Примерно такой же смысл То есть, в общем Но в основном, вот как бы не всему женскому полу А в основном вот той части женского пола Которая уже стала, успела стать мамами Мамами, да, да Там делаются подарки Скажи, а у тебя в репертуаре вот есть что-нибудь для наших женщин? А вот так, что называется, с серпом и молотом Ну, это как, это песня про любовь, да? Про любовь? Что я сижу, гадаю? У меня все песни, у меня все песни про любовь Просто песня про любовь Ну, я вот хотел бы не спеть, а сыграть Это вот вещь, это одна из моих любимых вещей, которую я очень люблю играть Это пьеса Карлоса Сантаны Она же так и называется, самбо-пати, что в переводе с испанского Но я испанский не знаю Дайте соврать Но говорят Да, дайте соврать Не ловите на слове Я подозреваю, что это означает самбо для тебя Так что вот сейчас мы... Алексей, у нас есть телефонный звонок Давай его послушаем и сразу начинаем играть Хорошо? Добрый вечер, дорогие друзья Товарищи, добрый вечер Здорово Алло Говорите Сорвался, к сожалению, телефонный звонок Если есть возможность, перезвоните Мы сразу после музыкальной фрагмента Мы сразу... Музыкальной паузы Музыкальной паузы Вернемся к разговору Да, вернемся к разговору Хорошо Поехали, Алексей Самбо-парти Самбо-парти Не, не парти Па-па-ти Па-ти Да, да Для... А, ну да Ну я думаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Я прошу прощения Что перебиваю Я прошу прощения Я хочу предложить тебе в исполнение Почему бы и нет? Вот ты сейчас сыграл, да? Замечательная пропати, замечательная вещь Вот мы говорили про любовь Мне кажется, это прям вот от начала, да, как говорят там, конфетно-букетный начало и до, когда уже, вот так вот, когда уже все хорошо Алексей, не так много времени остается в эфире Вот как всегда, когда хочется слушать, слушать и слушать, и постоянно получается так, что время в эфире подходит к концу Остается не так много времени, давай еще немножко что-нибудь сыграем Хорошо, вот мы сейчас коротенькую такую пьеску сыграем Коротенькую? На сколько? Потому что я не знаю, сколько у нас времени в эфире На минуту, на полторы минуты Полторы минуты, а у нас три минуты у нас есть, поэтому мы еще успеваем и потом еще одну А, сыграем ее дважды тогда, да? Коротенькую, только коротенькую Коротенькую, да, полторы минуточки, поехали Значит, а можно похвастаться, да? Конечно, но это во время полутора минут Я самый первый русский музыкант, который записал альбом в Новой Зеландии, для новозеландцев, вот Значит, альбом назывался «Нафаня» Название для... это одна такая моя пьеса Вот, и название для нее придумала моя дочка, потому что она смотрела мультик про Нафаню Нафаню, кто же не смотрел, да? И там есть такая интонация в этой пьесе Вот, и она вот так подумала, что это звучит как «Нафаня» Ну вот сейчас мы исполним эту пьесу «Нафаня», она очень хитрая Надеюсь, что Юра не заблудится в ней, потому что, в общем, ему надо стучать в ритме шесть четвертей Для тех, кто понимает что-нибудь в ритме А я буду играть то в шести четвертях, то в четырех четвертях Ну, в общем, так, это весьма произвольно А кто умеет хлопать в ладоши и топать ногами, может помочь Идет так, очень просто Раз-два-три, потом опять раз-два-три, сейчас покажу Раз-два-три, 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 раз-два-три Но прежде, чем мы начнем, я хотел бы сказать нашим телезрителям попрощаться Алексей, давай попрощаемся, потому что это наша последняя вещь, которую мы успеем сыграть С нашими телезрителями Дорогие друзья Спасибо за ваше внимание, очень большое вам спасибо, что вы включили телевизор, вы настроились на эту волну Да, да, ну а вам еще раз от себя хотел бы сказать, что по средам в 20.30 на телеканале Видное ТВ смотрите «Квартирник» У нас будут очень-очень интересные гости, я умолкаю А сегодня у нас был Алексей Медведев, я умолкаю Алексей, все сейчас в твоих руках На фоне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!